Древний римский император Нерон накануне своего 30-летия запретил придворным подносить ему зеркала. Все подданные обязаны были говорить императору, что он выглядит так же молодо, как вчера. Нерон верил, что так он сможет остановить время. Но, конечно, это не помогло ему подчинить своей власти даже мгновение. И время его жизни подошло к концу уже через год. Сколько времени отпущено каждому из нас, можно только гадать. 70, 80, от силы 90 лет, столько мы рассчитываем прожить. Однако наука считает иначе. В самом нашем теле таятся часы нашей жизни. Они могут замедлить ход времени или, наоборот, ускорить. С их помощью можно продлить свою жизнь как минимум на 20 лет. Если мы воспользуемся секретами времени. Время неумолимо и бесповоротно. Так принято считать. Но во всех легендарных цивилизациях, таких как Майя, Атлантида, Минойское государство, ко времени человеческой жизни относились совершенно иначе, чем мы сегодня. Древние греки выразили это в своих мифах. Есть страшный бог Кронос, повелевающий временем. Он пожирает нашу жизнь. Но кроме него есть бог Кайрос, во власти которого изменить ход времени, приблизить и остановить прекрасное мгновение, продлить нашу молодость. Секреты Кайроса использовали все великие полководцы, правители и мудрецы. Цезарь мог, например, замедлять бег времени, чтобы успеть все. Юлий Цезарь обладал силой, возможностью обуздать время. То есть он успевал очень много сделать, ну, за день, то, что простой смертный мог сделать там за неделю. Это приписывалось, что это, в общем, дар богов по совету мудрецу. Что же советовали Цезарю древние мудрецы? На этот вопрос может ответить необычная наука. Хронобиология. Она изучает часовой механизм нашего тела. То, как мы ощущаем ход времени, как можем изменить его, замедлить или даже вовсе остановить. А также то, как само время воздействует на нас и наше тело. В мозгу существует такой орган под названием эпифиз. Значит, или шишковидная железа, или, если хотите, третий глаз эзотерики называют. Он располагается примерно на 4,5 сантиметра в глубине от переносицы, в глубине мозга. Сидит он на гипофизе. И вот этот микроскопический орган – это тот самый кучер, который управляет всей гормональной упряжкой человеческого организма. От этого маленького органа зависит то, как проходит наше время. Уже известно, что время течет слева направо. В левом полушарии головного мозга создаются образы будущего. В правом хранится наше прошлое. У женщин лучше развито правое полушарие. Поэтому они проводят больше времени. В прошлом. Или в мечтах. То, с какой скоростью бежит наше время, зависит от многого. Например, от профессии. Хронобиологи выяснили, что у шахматистов минута жизни длится столько же, сколько и на циферблате часов. У парашютистов и всех любителей экстремального спорта минута проходит быстрее, чем движется стрелка. При возбуждении человека, при очень большой активности, минута сужается. И наоборот. Человек, если заторможен, неактивен, вот, у него минута растягивается. Для психологов это такой очень важный, интересный тест, который дает очень много. простой, но дает хорошую информацию о состоянии человека. Повышенное кровяное давление и депрессии удлиняют минуту. Поэтому гипертоникам и пессимистам особенно мучительно ожидание. Им всегда кажется, что времени прошло больше. Внутренние часы у каждого человека имеют свой особенный ход. Этими внутренними часами научился пользоваться кинематограф. Например, режиссер в фильме может показать во всех подробностях то, что в реальности заняло бы несколько мгновений. И тогда время для нас, зрителей, замедляется. В жизни эту режиссерскую работу выполняет мозг. Если человек видит много подробностей, деталей, то время тянется медленнее, чем обычно. И каждый может на себе это проверить. Когда мы ждем, мы вынуждены наблюдать жизнь во всех мелочах. И время едва тянется. Когда мы заняты или торопимся, мозгу не до подробностей. Он выделяет самое главное. И время летит. Когда-то только маги и колдуны знали эту волшебную особенность человеческого мозга. Изменять восприятие времени. Они умели воздействовать на психику людей так, что тем казалось, что время остановилось или наоборот ускорилось. Шаман, он мог в случае беды уносить племя свое полностью. Ну, племя там могло быть 100-200 человек. Когда, скажем, какие-то там белые бледнолицы наступали, в общем-то, оказались индейцы в безвыходном положении. И вот, шаман просто отбросил свое племя там на несколько дней назад. Это называется гипноз. Психиатрия хорошо известная вещь. Шаманы в определенной степени также воздействуют как гипнотически. Колдунные шаманы это одного плана люди. Вот, воздействуют через центральную нервную систему. У них свои подходы, свои есть механизмы. И от этого может меняться ощущение времени, несомненно. И человек по-разному воспринимает реальность. Или вообще не воспринимает ее. Он на какое-то время выключается. Поэтому бывает так, вот тоже, о чем вы говорите, это вполне вероятная вещь. Меняется восприятие времени. Восприятием времени можно управлять. Например, когда мы ждем, мы можем ускорить свое время. Хронобиологи знают, как это сделать. В какой-то степени мы больны управлять временем. Если мы хотим заставить его быстрее протекать, мы должны наполнить его каким-то содержанием, которое нам интересно. И тогда мы не замечаем, как проходит время. Итак, мы можем замедлять или наоборот ускорять ход времени с помощью своих внутренних часов. Внутренние часы имеют биологическое предназначение. Они помогают нам сохранить здоровье, а при необходимости излечить болезни. Лучший доктор это время. Сколько раз нам приходилось это слышать или говорить в переносном смысле. Но оказывается это действительно так. Само время буквально лечит. К такому выводу пришли хронобиологи. биохронотерапия метод лечения с помощью времени. Точнее с помощью биологических ритмов нашего тела. Сегодня это одно из самых популярных направлений в медицине. Любиша Бован из Копенгагена. На родине он перенес четыре операции по удалению злокачественных опухолей. В московский научный центр биохронотерапии его привезли в инвалидном кресле. У него были сильные боли, он не мог есть и спать. Обычный курс лечения на приборах биохронотерапии составляет две-три недели. Однако Любиша уже через несколько дней отправился на многочасовую экскурсию. Я могу ходить без палочки. Это удивительно. Я нормально сплю. Я перестал использовать обезболивающие препараты. И мне кажется, что моя болезнь отступает. Что же произошло с Любишем Бованом? Что помогло ему почувствовать себя лучше? И все ли болезни можно лечить с помощью хронотерапии? Ответы на эти вопросы ученые сегодня ищут на самом мельчайшем уровне. В клетке. и в ее биологическом ритме. Впрочем, еще в давние времена мудрецы и лекари знали, здоровье человека зависит от того, как работают его внутренние часы. часы. Время и часы если вы хотите увидеть, как работают наши внутренние часы, вы можете отправиться на берег океана. Так же, как происходит прилив или отлив, так же и в нашем теле происходит прилив и отлив разных стихий. Тепла или холода, ветра или воды. Мы начинаем болеть и стареть тогда, когда наши внутренние часы ломаются. Так гласит мудрость веков, запечатленная в уникальных медицинских трактатах. Древние ученые записывали свои выводы вот в таких колоритных формах, а пояснения к рисункам передавали из уст уста. Прикоснуться к старым медицинским книгам можно только здесь, в Государственном архиве Тибета в городе Дхарамсала. Дхарамсала, Гималая, север Индии. В этих местах говорят на тибетском языке и большая часть населения монахи буддистских монастырей. В 1959 году здесь находится резиденция Далай-Ламы. Неподалеку офисы тибетского правительства. А кроме этого, в Дхарамсале сконцентрированы все самые важные институты, библиотеки и архивы Тибета. Государство в изгнании. Действующее хранилище древних знаний это архив Тибетского государственного института медицины. Здесь можно узнать, как стать хозяином своего времени. Есть четыре стихии. Вода, огонь, земля и ветер. То, как они активизируются или наоборот успокаиваются во внешнем мире, влияет на наше тело, на его активность и самочувствие. У каждого органа есть свое время, работы и отдыха. И если хотите прожить долгую и плодотворную жизнь, вы должны знать об этом и уметь этим пользоваться. На протяжении столетий самые просвещенные монахи Тибета создавали учения о биоритмах и их влиянии на процессы в нашем теле. Они изучали все важные изменения в природе и в космосе. Смену лунных фаз, движение Солнца и планет по небу. Атмосферные явления. Они исследовали, каким именно образом эти изменения влияют на человеческий организм. Например, энергетика ума более развита рано утром и в сумерки. В это время во внешнем мире преобладает стихия ветра, стихия, которая управляет нашим мозгом. Поэтому голова лучше работает утром и в вечерние сумерки. И принимать лекарства для головы тоже лучше в это время. В тибетских архивах хранятся древние трактаты о том, как само время заставить работать на нас. Как излечить болезни с помощью биоритмов. у каждого органа есть своя точка, где можно почувствовать пульсацию. Здесь почки. Это легкие и нервы. Здесь сердце. Потом селезенка и желчный пузырь. Левая почка. Здесь легкие и печи. по характеру пульса я могу сказать, что у человека не в порядке. Какой орган нужно лечить? Сбой в ритмах точно показывает на болезнь. У этой женщины пониженный гемоглобин и поэтому у нее появилась болезнь ветра. Проявления такие. У нее кружится голова, тошнит без всяких причин и из-за болезни у нее плохо со слухом. Еще у нее слабая печень. Современная наука усовершенствовала древние методы диагностики. Специальные приборы могут точно определить, где поломались биологические часы. Вы видите точки на снимке. Это клетки, которые выбились из правильного ритма. Есть предрасположенность к онкозаболеваниям. С этим тоже надо работать. Несколько точек выстроены в ряд. Если стоит больше трех точек, для нас это сигнал, это тревога. Появление раковой опухоли можно спрогнозировать за два года, заглянув туда, где болезнью еще только начинается. В клетку. Больные или состарившиеся клетки работают несинхронно. Неверный ритм разрушает тело человека. Уже давно доказано, что наш иммунитет зависит от биологических часов. Чем точнее наши биологические часы, тем здоровее и счастливее мы. Все в организме синхронизировано. Это закон природы. Начиная от работы клетки, где идет миллисекунды там такие есть ритмы. До около часовых ритмов, около сезонных ритмов, сезонных ритмов. Биологические часы контролируют всю нашу жизнь, все ее ритмы. В одно время мы очень активны, в другое склонны к печали или тревоге. Нельзя пугаться, если, скажем, наступила, так скажем, черная полоса. Надо ждать светлые полосы и готовить ее. Тут тоже своя ритмика существует. Больше того, даже периоды творчества существуют, но пример такой классический это Волдинская осень Пушкина, правда, когда был взрыв эмоциональный. Вот осень он всегда любил. И вот Волдинская осень в этом отношении была потрясающе совершенно по творчеству. Череза хорошего и плохого, удачного и неудачного, грустного и веселого заложено самой природой внутри нас. Таково наше программное обеспечение выражает современным языком. Хронобиологи утверждают, что даже для любви есть свое определенное время. Нам кажется, что это мы выбираем свой объект любви. А в действительности это время выбирает для нас любимого человека. Тогда, когда мы наиболее готовы к этому. Таинственные регуляторы наших ритмов напоминают маятник. Чем сильнее он отклоняется в одну сторону, тем сильнее будет его отклонение в другую. Сначала возбуждение и подъем. За этим следует торможение и спад. Организм принципиально неустойчивая система. Это напоминает маятник. На него постоянно воздействуют какие-то внешние факторы. Он все равно возвращается в исходное положение. Но период колебания может быть совершенно различным. И каждый человек имеет только ему присущий ритм. Это как отпечаток палец. Как и все часы, биологические часы не бывают все время точными. Их надо подводить дважды в день по солнцу. Наши предки не забывали это делать. Они ложились спать и вставали вместе с солнцем. Сегодня мы научились продлять свое суточное время. Благодаря электрическому свету день заходит далеко за полночь. И время мстит нам за это укорачивая нашу жизнь. Вот карта мира снятая ночью из космоса. Жизнь кипит. А на этой карте распространение смертельных болезней, рака, инфарктов, инсультов. Посмотрите, как эти две карты похожи. Чем активнее ночная жизнь, тем больше болезней. Все люди со сменной работы вообще орванным ритмом. Вот это те, кто сегодня я утром работаю, завтра в день, послезавтра в ночь, и это все время чередуется. Это очень плохо. Дальше те, кто только в ночную смену работает. Плохо. И наконец вахтовая служба. Это собственно та же сменная работа, но там еще плюс условия труда. Это все претенденты на всякие заболевания и обострение заболевания. Чтобы понять, что происходит в нашем теле, когда мы не спим по ночам, представьте, что все часы вокруг нас вдруг сломались. Они все показывают неправильное время. Мы не успеваем лечь спать, как звонит будильник. Мы приходим на работу, а часы вдруг показывают обед. Собираемся поесть, а рестораны и магазины закрыты. Такой же разнобой во времени начинается и в наших биологических часах, когда мы нарушаем свои природные ритмы. В том числе и тогда, когда путешествуем на дальние расстояния. Сегодня в Новосибирске, а завтра на Карибах. что-то появляется жуткое ощущение усталости, неработоспособности. Называется это специальным словом десинхроноз. Десинхроноз очень тяжелое состояние. Чтобы выдержать ритм современной жизни, наше тело вынуждено все время подводить свои часы. много разных часов. Они есть у каждого органа. Есть свои часы, например, у печени. Печень управляется стихией огня, которая особенно активна с полудня и до вечера, тогда, когда много солнца. Поэтому в это время, утром, днем, а также весной и летом, нельзя нагружать печень. Нельзя употреблять спиртное, острое, жирное, иначе будет переизбыток огненной стихии, и ваша печень пострадает. Если хотите выпить, лучше сделать это не днем, а вечером. Современные хронобиологи нашли научное объяснение этой тибетской мудрости. Все дело в том, что печень работает медленно. Она меньше всего способна разрушать алкоголь днем до шести вечера и поздно вечером после восьми. так что выпивка в это время быстрее всего сделает вас веселым и больше всего навредит вашей печени. А если немного перебрать, ваши биологические часы сломаются. Можно увидеть, как после праздничных застолий сбивается температурный ритм. Изменение цвета показывает изменение температуры тела. именно нарушение этого и других ритмов в теле влияет на то, что человек чувствует себя нездоровым после праздников. И это плохая новость. Но у науки есть и хорошие новости. Болезни можно лечить с помощью правильного времени. Если принимать лекарства в те часы, когда орган интенсивнее всего работает, то это лекарство подействует сильнее. Например, нервные заболевания. Они активизируются со стихией ветра утром и в полночь. Поэтому лекарства для нервной системы мы выписываем на это время. Но это не мы все придумали. Это все написано в старых книжках. Об этом знает и современная наука. Для каждого лекарства есть свое время. обезболивающее действует лучше, если принять его утром. И это поможет быстрее справиться с похмельем. Новейшие медицинские приборы высчитывают правильное время даже для отдельной клетки. Благодаря этому мы можем бороться с болезнью и старостью на самом мельчайшем уровне – клеточном. разработан целый ряд приборов, так называемые биоуправляемые приборы. И было показано, что если этим прибором лечить больного, то мы получаем максимальный эффект при минимальном воздействии, скажем, лазерного облучения. Потому что прибор работает в ритме самого больного. Каждого больного задает ритм работы этого прибора. Это очень важный принцип. датчик дыхания, при помощи которого мы снимаем показатели его вдоха-выдоха основного ритма. Теперь не доктор решает, когда надо принять лекарства, а наше тело выбирает лучшее время и лучший ритм для лечения. С помощью современной хронотерапии больные клетки словно заново учатся ходить. хроноприборы создают определенную систему сигналов, которые помогают больным клеткам войти в нормальный ритм. Мы помогли и обучили клетку правильной работы. Значит, начинает нормально функционировать орган. Правильно? Дальше что происходит? Весь организм ходит нормальное функциональное состояние. Для того, чтобы вновь стать здоровым, надо больные клетки вернуть к правильному жизненному ритму. Как бы повернуть время вспять. Таков рецепт хронобиологов практически для всех болезней. Кроме того, ученые утверждают, что с помощью наших внутренних часов мы можем защититься не только от болезней, но и от смерти. Герои боевиков всегда успевают принять правильное решение. Мы не удивляемся этому, ведь их секунда благодаря режиссеру может длиться бесконечно долго. но также у каждого из нас есть скрытая власть над дременем. В момент опасности состояние мозга изменяется. В такие минуты человек не чувствует боли, не слышит звуки и видит окружающее в черно-белом цвете. В ситуации смертельно опасной для человека мозг не оставляет ни секунды на восприятие боли, звука и цвета, то есть подробности. Он не отвлекается на эти подробности, потому что ему важно сделать выбор, который иногда является для жизни принципиальным. Те, кто спаслись от смертельной опасности, могут считать, что им повезло, но на самом деле это их мозг, как самый быстрый компьютер, выбрал правильное решение и отдал команду. У него было на это время, даже если в действительности прошла всего секунда. Чем опаснее ситуация, тем больше активизируется мозг, включаются его различные участки, и тем быстрее может быть принимается решение, поэтому важно в такие мгновения действовать не задумываться, полностью положившись на интуицию. Наши внутренние часы помогают нам получить дополнительное время в опасные моменты жизни и тем самым спасают нас от гибели. Но также они могут спасти нас от старости. С давних времен люди ищут рецепт вечной молодости. Если мы возьмем 18-19 век, мы знаем, что в Европе, во многих городах европейских, дамы света великосветские, они тоже хотели замедлить время, чтобы не стареть. Мы знаем, что было у нас такие дамы, ночи их называли одна даже знакомая Пушкина, когда они жили ночной жизнью, все у них было задрапировано в салоне красного цвета, они устраивали приемы у себя, только немножко свечей и все, и обязательно выносили все часы, но эти ухищрения все, в общем, понятно, ни к чему не приводили, время не обманешь. Время не обманешь, но бег времени оказывается все-таки можно замедлить. Уже в ближайшем будущем мы получим свое распоряжение таблетку от старости. Для этой таблетки хронобиологи открыли удивительное вещество. оно способно продлить жизнь, сделать нас активными, отодвинуть старость. Это мелатонин. Если старым крысам, то есть в которых они уже выжили свой бюджет, да, и им давать мелатонин, то происходит удивительное дело. Они молодеют, у них появляется прекрасная шерсть, у них появляется прекрасный аппетит, больше того, они начинают размножаться. То есть мы возвращаем молодость. Запас молодости есть у каждого из нас, поскольку мелатонин производится в нашем мозгу. Но при одном условии, во время сна и только в темное время суток. За это его называют гормоном сна. Как выяснили ученые, мелатонин отвечает за правильную работу биологических ритмов. Этот гормон главный дирижер человеческого тела. От него зависит, в каком ритме будет проходить наша жизнь, как прекрасный танец или как пародия на него. Таблетка от старости соблазнительное средство, но она еще не продается в аптеках. Впрочем, хронобиологи знают и другой рецепт, как продлить молодость. Нужно жить в гармонии со временем. Зимой должно быть холодно, поэтому не надо ездить в жаркие страны. Ночью нельзя работать, это грозит болезнями. А днем нельзя спать, потому что в теле будет скапливаться лишняя вода, может развиться ожирение, и ваши мысли станут медленными. Ум оттупеет. В древних книгах записано, что физическими упражнениями лучше всего заниматься с двух до пяти часов дня. современные ученые с этим согласны. В это время легкие дышат интенсивнее и активно растут новые клетки. В утреннее и сумеречное время обостряются психические заболевания, поэтому в эти часы нужно избегать конфликтов. Но зато это время озарений и открытий, поэтому лучше посвятить его творческой работе. Самые уравновешенные времена года зима и лето. В эти сезоны можно совершать трудовые и прочие подвиги. Тибетские медики советуют именно зимой зачинать детей. Современная наука знает и о других ритмах. Например, самое опасное время на дорогах это 8 часов вечера в пятницу. Дни, когда нужно особенно поберечь свое здоровье понедельник и четверг. У скорой помощи в эти дни больше всего работы. Не менее приятный месяц это ноябрь. Если человек страдает каким-то хроническим заболеванием, надо проводить в ряде случаев профилактику возможных обострений. Это важно. Это касается и больных серединососудистой патологии. У них это четко абсолютно. Это больных с желудочными кишечными заболеваниями, легочными заболеваниями. Ученые выяснили, что органы чувств обостряются с 6 до 7 вечера. Это лучшее время для выставок, театра, кино. Одиночество тяжелее ощущается с 8 до 10 вечера. это время общения. А в 22 часа активизируется иммунная система. Тот, кто не ложится спать в это время, подрывает свой иммунитет. Простые правила, но они очень важны. Иногда простые правила значительно важнее лекарства. Это касается и отдыха, и работы. Вот недаром у нас день вроде как нормирован, правда, есть суббота и воскресенье и отдыхаем. Как в свое время Бог повелел, да? Есть свои правила долголетия и у тибетских монахов. С математической точностью по древним текстам они рассчитывают, как действуют космические процессы не только на здоровье, но и на жизнь конкретного человека. В Тибете считают, что растущая луна способствует любому начинанию. Поэтому хотите верьте, хотите нет, деньги в банк лучше класть сразу после новолуния. Есть у тибетцев и свои представления о том, когда жениться, когда ехать торговать на рынок и когда думать о своем здоровье. это не значит, что он не сможет изменить то, что предначертано звездами. Наоборот, это как подсказка или предупреждение, что, например, в такие дни наступает конфликтное время и надо проявлять больше терпимости и доброты. А в такие будет время успеха, когда можно начинать новое дело. Звезды всего лишь дают направление, а человек сам прокладывает дорогу. Современная наука крайне скептически относится к астрологическим знаниям восточных мудрецов. Научно объяснить и обосновать их сегодня невозможно. Но в середине прошлого века некоторые интуитивные догадки и наблюдения древних ученых подтвердил Александр Чижевский. Русский мыслитель, всю жизнь изучавший солнечные процессы и их влияние на Землю. Чижевский пришел к выводу, что солнечные процессы воздействуют не только на здоровье отдельного человека, но и на историю всей цивилизации. Это воздействие имеет определенный ритм. Поэтому можно с уверенностью предсказать, когда следует опасаться глобальных бедствий и несчастья. Кто сейчас будет отрицать, что мы частички, ну как в песне поется «Мы дети галактики», что мы действительно какая-то частичка галактики и действительно мы существуем и живем по законам космоса. И Чижевский он систематизировал и наблюдения французских ученых 19 века, которые ставили опыт зависимости, так сказать, солнечной активности на различные биологические объекты. Он дальше в историю углублялся Чижевский, знакомился с хрониками, с летописями давних времен и в общем-то сделал большую аналитическую работу и понятно со своими выводами, как влияет солнце. Вся человеческая история пульсирует в ритме солнца. Эпидемии, катастрофы, революции, волны самоубийств обрушиваются на нас в годы, когда солнечная активность достигает максимума. Замечено, что в эти периоды люди становятся особенно возбудимыми и агрессивными. Все дело в том, что солнечные вспышки и магнитные бури вызывают изменения в наших биоритмах. Иначе работают сердце, мозг легкие. Появляется тот самый десинхронус, о котором мы с вами говорили. Это приводит в свою очередь, ну, помимо того, что болячки, появляется новое востряется заболевание. Это еще потеря внимания. Здоровому организму магнитные бури не приносят вреда, а всего лишь закаляют его природные часы. Люди со слабым здоровьем могут серьезно пострадать. Почему магнитные бури влияют? Оказалось, там есть определенные частоты волны, которые совпадают с волнами деятельности сердца. И когда происходит десинхроноз, могут очень неприятные события быть до внезапной смерти. Ученые считают, что подобные природные катаклизмы создают условия для эволюции человека, в результате которой самые слабые представители Homo sapiens отсеиваются. Год активного солнца наступает примерно через каждые 12 лет. Не случайно восточные календари разделили время на 12-летние циклы. Древние мудрецы уловили эту солнечную периодичность. Есть такой цикл в жизни каждого 12 лет. Самый трудный год первый, тот, с которого начинается цикл. Как правило, препятствия различной опасности подстерегают в такой год. Это соответствует возрастам 13 лет, 25, 37, 49 и так далее. В этих возрастах надо быть особенно осторожными, не создавать себе дополнительных сложностей. Древние ученые слишком мало знали о времени и его ритмах. Современная наука, хронобиология, изучив человека и его природные часы, пришла к выводу, что большая часть наших несчастий и болезней из-за того, что мы обогнали свое время. Мы расплачиваемся за счет этого ускорения, за счет новшеств. Мы можем точно сказать, сколько получили травмы или погибли при технических катастрофах людей, сколько пострадало там в год по всей планете, но мы еще не можем подсчитать, а на психологическом уровне, на уровне психики человека. Как вот это вот, во-первых, и ощущение, изучение времени, фактор вот этой стремительности научно-технической информации, стремительных поездок, полетов, как это отражается вот на человеке психологически. Вот это пока мы не можем и не знаем. Мы не знаем, как это отразится на потомках. Сегодня каждый человек в возрасте 40-50 лет может с полным правом утверждать, что он родился где-то в середине истории человечества, поскольку с момента его рождения произошло столько же грандиозных научных открытий, сколько и до него. Подавляющее большинство всех приборов, которыми мы пользуемся повседневно, появилось при нашей жизни. А завтра у нас будет уже такая техника, которая сегодня кажется фантастикой. Сможем ли мы выдержать напор все более ускоряющегося времени? Сможем ли мы настроить свои часы на ритм бессмертия? ответа на эти вопросы мы еще не знаем, как не знаем всех секретов времени. Мы еще только в начале пути познания. И, возможно, главное на этом пути не торопить время. и, возможно, Субтитры сделал DimaTorzok